Доброе утро, наши дорогие телезрители Мы желаем вам хорошего дня в нашей компании, в компании проекта Автопилот В эфире блистательная, неповторимая, очаровательная Мария Медичи И ваш любимый Денис Висков Друзья мои, сегодня у нас животрепещущая тема, близкая, пожалуй, каждому Да, давайте задумаемся все вместе о составляющих счастья Что, Маша, на твой взгляд, входит в это понимание, такое обширное, широкое понимание счастья? Ну, наверное, некое душевное равновесие Абсолютно верно Обладание какими-то материальными благами Ну, в том числе так Ну, разумеется, дети Вот, действительно, самая главная составляющая счастья, я с тобой соглашусь, это дети Дорогие друзья, мы не всегда понимаем, каким образом зарождается новая жизнь Но буквально с первых минут, с первых секунд знакомства с самыми юными жителями планеты Очень похожими на нас Мы стараемся ему подарить все самое лучшее Ну, периодически получается это довольно спорно Ну, вот, друзья, например, давайте с вами подумаем Когда последний раз вы проводили долгое время рядом с своими детишками Но при этом вы не сидели в интернете, не говорили по телефону с головыми партнерами А вот просто общались с ребенком Я, например, Денис, вспоминаю мои последние прогулки То есть что там последние с момента появления сына В моей жизни я гуляла с коляской и постоянно говорила по телефону У меня даже вот мамаши в липках уже сразу могли опознать Это такая невероятная мамаша сумасшедшая, которая постоянно висит на телефоне В интернете решает какие-то вопросы там и прочее И даже сейчас я иногда специально забываю мобильник дома Чтобы спокойно походить с ребенком, посмотреть на природу, пообщаться с ним, поговорить и так далее Но, конечно, за это время я теряю большое количество деловых партнеров, звонков, денег и так далее Потом себя за этим немножко ругаю Ну да, согласитесь, дорогие друзья, как мало мы что-либо делаем одновременно с своими детьми Ну, когда мы последний раз читали книжку, вместе читали книжку Ну, согласитесь, не лукавьте, признайтесь сами себе Что, пожалуй, достаточно продолжительное время назад Когда последний раз мы вместе с ребенком или какие-то фигурки Я даже могу сказать, что периодически завтрак у нас проходит на бегу Давай-давай, скорее кушай Мы опаздываем, и вот это мы опаздываем, оно постоянно в нашей жизни Мы пытаемся засунуть ребенка поскорее в машину, пристегнуть его и быстрее куда-то поехать Пока мы едем, мы не разговариваем с ним, хотя он сзади на сиденье Задает какие-то вопросы, мы говорим, не отвлекая меня, я за рулем, да Выгрузили, отдали в детский сад Потом такие, боже мой, уже 6 вечера, пора забирать Забрали, прибежали домой Так, ты мне не мешай, я готовлю ужин Быстренько приготовлю ужин Ну, в общем, периодически я замечаю, что находясь с ребенком Я общаюсь с ним такое короткое время, что это просто непростительно Вот, Машенька, я предлагаю прямо сейчас тебе и нашим телезрителям разрушить существующие стереотипы И давайте прямо сейчас пригласим, дорогие телезрители, самых юных жителей нашего города, нашей планеты И вместе с ними сделаем зарядку Отлично, друзья, семейная зарядка, это здорово Тем более, что мы так еще ни разу в нашем телепроекте не делали Ну что, тогда двигаемся вместе Доброе утро, меня зовут Дмитрий, я фитнес-инструктор Чтобы начать правильно этот день, мы его начнем с нашей зарядки Сегодня мы проработаем мышцы спины, мышцы разгибателя позвоночника и широчайшие Для того, чтобы наша осанка была ровной и мы всегда ходили грудью вперед Наша разминка начинается с простых упражнений, с поворота туловища в сторону На выдох вытягиваем руку и стараемся выполнить это упражнение в максимальной амплитуде Здесь у нас очень хорошо тянется мышцы спины Следующее упражнение немножечко похоже, но здесь больше акцент идет на мышцы широчайшей спины В сторону по диагонали тянем наши руки На выдох с задержкой немного помогаем другой рукой максимально оттянуть наши руки Следующее упражнение разогреет больше мышцы поясничного отдела Упражнение называется наклоны вперед С прямой спиной опускаемся вниз на вдох, на выдох поднимаемся вверх Каждый раз выполняем большую амплитуду Немножечко согнуты колени Здесь будут еще тянуться задний бдро и ягодицы И в максимальной амплитуде наклоняемся, немножечко задержкой, на выдох поднимаемся Отлично, мы размялись, теперь мы можем переходить к выполнению нашего комплекса Для этого нам понадобится коврик, мы на него ложимся Руки ставим у виска На вдох поднимаем туловище, на выдох опускаемся Это упражнение еще называется гиперэкстензия Каждый раз в максимальной амплитуде Здесь очень хорошо прокачиваются мышцы разгибателя позвоночника, которые отвечают за нашу осанку Немножко тяжелее будет, если мы добавим амплитуду больше Также на вдох Выдох Новичкам я советую выполнять это упражнение в 15-20 повторений 3-4 подхода С минимальным отдыхом Минута-полторы Еще один вариант выполнения этого упражнения Немножечко сложный, но он задействует вверх спины Руки вытягиваем перед собой, они всегда у нас на весу На вдох также максимально поднимаем туловище и одновременно сводим лопатки На выдох в исходное положение возвращаемся Вдох Выдох Еще один вариант выполнения этого упражнения более сложный Для этого мы выпрямляем руки вперед, они у нас все время на весу И на вдох разгибаем туловище, приводя лопатки одновременно друг к другу Вдох Выдох наверх Затылок у нас все время тянется вверх Взгляд у нас направлен на коврик Новичкам я советую выполнять его 10-15 повторений по 3-4 подхода Продвинутым, естественно, выполняем больше от 20 до 40 повторений Выполнив наш комплекс упражнений, мы не вставая на коврике можем перейти сразу к растяжке Для этого мы руки ставим на уровень груди, ягодицы переводим назад на пятки В йоге это упражнение называется поза младенца Здесь у нас очень хорошо тянется мышцы разгибателя позвоночника, поясничный отдел и немножечко вверх Для того, чтобы больше задействовать вверх, мы руку левую ставим на правую, таз немножечко отодвигаем в сторону противоположную от себя И здесь очень хорошо будет чувствоваться вверх спины, как он растягивается То же самое повторяем с другой стороны Отлично, на этом растяжка у нас закончилась На растяжку нам достаточно от 30 секунд до 1 минуты На этом наша зарядка закончена, с вами был Дмитрий До завтра Доброго утра, дорогие друзья, мы желаем тем из вас, кто проснулся совсем недавно Просыпайтесь вместе с нами в эфире проект Автопилоты Самая очаровательная, самая неповторимая Мария Медича Ну и разумеется, ваш автопилот, сегодняшним утром Денис Висков Друзья мои, сегодня мы говорим на тему детей Мы рассуждаем, сколько времени мы проводим вместе с нашими малышами Как это лучше делать, чем их кормить, как с ними гулять В общем, будем обсуждать самые животрепещущие темы А вы, друзья, пишите нам в нашу группу ВКонтакте, Саратов 24 Давайте поговорим на эту тему все вместе Да, я уверен, что данная тема не оставляет никого равнодушным Маша, вот совсем недавно ты говорила о том, что действительно Мы даже торопясь на работу, опаздывая на работу Зачастую просто ставим перед своими детьми завтрак Ну, более здоровые или менее здоровые, да Оставляем их в этот момент наедине с собой завтраком Да, включаем телевизор, мультики, чтобы им не было скучно И очень динамично пытаемся собрать себя Подготовить к рабочему дню Правильно ли это? Денис, я боюсь, что периодически у людей просто нет выхода Потому что, ну вот нам, девушкам, гораздо сложнее Нежели вам, парням, да Нам с утра нужно сделать укладку Нам с утра нужно сделать мейкап Подобрать себе лук на этот день Ну, в общем, мы тратим на подготовку к выходу из дома Гораздо больше времени, нежели, там, папы Да, вот мы, мамы Я вот о чем Если мы говорим о завтраке, то, опять же, мы, мамы, готовим завтрак Поэтому нам нужно успеть накормить вас, пап Нужно успеть накормить детей, собрать вас Потому что вы все время все забываете И при этом еще самим успеть выйти из дома На самом деле, я представляю, какая головная боль это Каждое утро делать Но, друзья мои, давайте подумаем о том, чем мы кормим с утра детей Я, например, уверена, что с утра необходимо заряжать ребенка энергией Поэтому для нас каша – это самый лучший завтрак Я считаю, что ни в коем случае нельзя заменять кашу йогуртами Или какими-то хлопьями, там, шоколадными шариками с молоком Все это полная ерунда С утра должен быть основательный питательный завтрак То есть ты считаешь, что манная каша – это действительно здоровое питание Залог здоровья любого ребенка Ты знаешь, я не буду сейчас рекламировать одну марку каши, так скажем Я покупаю несколько сортов каши То есть это овсяные, гречневые хлопья И там мультизерновые какие-то вещи И каждый день у нас разная каша Я думаю, что, конечно, нужно чередовать Чтобы было все-таки интересно как-то завтракать Другое дело, что понятно, там, каша – это именно завтрак В обед и в ужин это уже не предлагается ребенку Ну, дело не в этом Ну, смотри, у меня есть одна знакомая, которая, равно как и ты, говорила о пользе здорового питания своего ребенка И такая же сторонница каши Она умудрилась раскормить 11-летнего ребенка до веса, который, по-моему, характерен больше для меня Для взрослого парня, нежели… да Вот смотри, нет ли в этом плане перегиба? Может быть, все-таки позволить ребенку съесть то, что он хочет, но немного, нежели насильно наталкивать его, заталкивать эту кашу в безумном объеме, чтобы, не дай бог, мой ребенок до вечера не проголодался Ну да, это какие-то, знаешь, вот говорят, что бабушка, да, обычно перекармливает ребенка, а тут мама закормила Ты знаешь, я знакома с обратной ситуацией Друзья, одна моя подруга не дает своему ребенку вообще ничего сладкого Малышу уже 4 года, и он не пробовал ничего сладкого и ничего соленого Она не солит ему суп, она не солит ему, там, макарошки, не солит ему, там, картофель Никогда ничего сладкого, ничего соленого То есть ребенок есть исключительно пресную еду Это сумасшедшая мама, которая переживает за каждый грамм веса, набранного ребенком, слизу за тем, что он рос, там, суператлетом Но, по-моему, это тоже перегиб Потому что, естественно, мы, друзья, не призываем ходить в какие-то заведения общественного питания, где дети могут есть фастфуд Но при этом, наверное, можно иногда позволить ему съесть маленькую дольку шоколадки или пироженку, или, может быть, какой-то тортик То есть в 5 лет, или сколько там, ребенку она сажает на диету? Да, это диета, абсолютно точно Кошмар какой Уж не знаю, принесет ли эта диета пользу или вред Пожалуй, все акценты расставят жизнь А давай попросим наших телезрителей ответить на вопрос Друзья, как вы относитесь к здоровому питанию для детей? Как вы кормите своих детей? Напишите нам об этом в нашу группу ВКонтакте Саратов 24, мы будем ждать ваших отзывов Нам очень интересно ваше мнение И в то время, пока вы, надеюсь, все-таки оставляете свое мнение Давайте мы постараемся вместе с вами и с самыми юными жителями нашего города позавтракать Постараемся совместить вкусный завтрак и сделаем его при этом полезным Как? Все очень просто И позавтракаем вместе Друзья, обязательно вместе, всей семьей Доброе утро! Капустные кексики с колбасой Вот что у нас сегодня на завтрак Быстрый и простой рецепт Отличный вариант для завтрака В итоге получаются вкуснейшие, несладкие кексики По вкусу похожие на пирог с капустой Итак, готовим кексики Для начала мы порежем капусту Резать ее нужно миленько Я буду готовить совсем немного, поэтому... Ну, еще немножечко Этого будет вполне достаточно Ну вот, капусту порезали мелко Сейчас мы отправим ее в чашку Немного посолим И помнем Чтоб она дала сок Стала мягкой Так, капуста готова Теперь мы порежем колбаску Маленькими мелкими кубиками Тоже совсем немного Добавляем в миску А теперь в капусту с колбаской мы будем добавлять все остальные ингредиенты Для начала разобьем яйцо Буквально столовую ложечку растительного масла Я еще немножко подсолю Чуть-чуть перчика Теперь столовую ложечку кефира Перемешиваем И добавляем Муку И разрыхлитель Хорошенько все перемешиваем Теперь раскладываем По формочкам Сделаем немножко Четыре Но очень-очень вкусных кексов Вот такая красота Ну, нет, это еще пока не красота Отправляем в предварительно разогретую духовку Примерно до 200 градусов Я думаю, что нам потребуется минут 15-20 В зависимости от того, как работает у вас духовка Ждем Так, наши кексики уже готовы Так, выкладываем на тарелку наши кексы Помажем их сливочным маслом Помажем их сливочным маслом И отлично с такими кексами Сочетается сметанка Наш завтрак готов Приятного аппетита Чтобы приготовить кексы необходимы Колбаса Капуста Соль-перец по вкусу Одно яйцо Растительное масло Кефир Мука Разрыхлитель И немного сливочного масла Ну что же, доброе утро, дорогие друзья Мы желаем каждому из вас Завтрак уже готов Мы желаем вам искренне приятного аппетита Завтракайте вместе с нами, дорогие друзья Ну а мы продолжаем развивать тему детишек, детства И отношения к детям Денис, знаешь, есть такое мнение Что дети никогда не врут Дети фантазируют Дети придумывают Ну а вообще считают, что до двух лет Ребенок вообще не умеет врать То есть пока ему этого не научат жизнь, видимо Он этого не делает вовсе Я тебе расскажу одну историю Когда Лаву было, по-моему, два или два с половиной года Ну то есть он только начинал говорить Какими-то там фразами, какими-то предложениями Мы сидели с ним в спальне И вдруг он смотрит в район окна Какой-то оконной рамы И говорит, мам, смотри Я смотрю, не вижу там ничего особенного Говорю, что, сынок? И он говорит, мальчик с крылышками И показывает мне Представляешь, у меня вот мурашки побежали Я говорю, Лавруша, какой мальчик с крылышками? Он говорит, он мне улыбается Ну и показывает мне И машет, представляешь, там Ну, для меня пустому месту Я не знаю, может быть, это была выдумка Может, это была фантазия А может быть, действительно дети видят что-то, чего не видим мы Ну вот говорят, что они видят ангелов Ну, представляешь, мальчик с крылышками Вот откуда он мог понять? Видимо, это его ангел-хранитель, который его оберегает. Вообще, вот сейчас мурашки бегут. Согласитесь, невозможно не доверять ребенку. Мы верим каждому их слову. Даже в том моменте, когда ребенок подходит к нам, у нас плохое настроение, мы не выспались, мы опаздываем на работу. Начальник нас замучил на работе. Мы приходим домой, да, звонит начальник. Мы приходим домой и видим глаза ребенка, он говорит, мама, папа, я вас люблю. Ну, как в это не поверить? И ручонками так. Ручонками обнимает, да, и все, и вроде как все дела оставили там, и мы самые счастливые люди. Когда ты приходишь в магазин, и вот это маленькое очаровательное чудо говорит, мама, папа, мне нужна вот эта 105-я кукла. Это так трогательно. Да, но так трогательно. И мы верим. У тебя 104 лежит таких дома. И гараж из машины. Ну, зачем она тебе, да, 105-я машина. А он говорит, ну, мне очень надо. Ты смотришь ему в глаза, а они прям вот переполнены серьезностью, и ты начинаешь верить. Ты говоришь, ну, хорошо, бери, пойдем. Действительно, дети не умеют врать. Если они умеют врать, то этому их учат все-таки взрослые. Друзья мои, ну, мы прямо сейчас переходим к самому честному на свете детскому гороскопу. Наши самые крошечные дикторы подготовили для вас самый правдивый на свете гороскоп, самое правдивое предсказание. Давайте с ним познакомимся все вместе. Смотрим, чем же будет наполнен день каждого из вас. Овень. День приносит неожиданные события. Какие-то перемены, к которым вы пока не готовы. Не стоит слишком беспокоиться. Все сложится так, как нужно. Телец. Не торопитесь браться за новые проекты. Лучше доведите до конца старые дела, а потом немного придохните. Лизнецы. Самое время для приема гостей. Обсудите с друзьями то, что для вас важно, и вы получите неожиданные ответы на интересующие вас вопросы. Рак. День подходит для того, чтобы отказаться от вредных привычек и обзавестись полезными. Лев. Левы одинаково хорошо справляются и с уже знакомыми, и с новыми задачами. День подходит для обмена опытом. Дева. Вероятно, денежные поступления. Бизнесмены смогут найти людей, которые вложат деньги в их проекты. В любви вам тоже повезет. Весы. Благоприятный день для общения и сотрудничества. Вы способны договориться с кем угодно. В любой ситуации найти нужные слова. Скорпион. Вы сегодня найдете новых союзников и помощников. Однако следует иметь в виду, что именно от вас они будут ждать проявления лидерских качеств и поддержки. Стрелец. Возможно, неожиданные перемены, личность жизни и судьбоносные встречи. Интуица вас не подведет. Вы с первого взгляда узнаете своего человека и не ошибетесь. Козерог. Вы добьетесь заметных успехов благодаря удивительной способности вовремя находить людей, способных и желающих вам помочь. Водолей. День подходит для организации проведения торжественных мероприятий. Вы комфортно чувствуете себя на людях, но и наедине с собой не скучайте. Рыбы. Звезды настоятельно рекомендуют рыбам найти время для прогулки. Это хорошо скажется на вашем самочувствии. Дорогие друзья, уважаемые телезрители, в эфире проект «Автопилот» Денис Висков. Блистательная и несравненная Мария Медич. И мы сегодня говорим на тему детей, детства, воспитания, ну и всего остального. Не могу с тобой не поделиться радостной новостью. И вчера в бассейне мой сын первый раз проплыл довольно длинную дистанцию без черепашки. Ну вот без этого вот круга, да, который там в бассейне надевает. Он смело прыгал в бассейн. Он вообще вел себя как настоящий мужичок. Я им безмерно гордилась. И в общем, олимпийское золото уже близко. Я верю в тебя, я верю в Лаврентия. У вас все получится, и золото, я уверен, будет ваше. Вот давай поговорим о том, насколько мы гордимся достижениями наших детей. Ой, очень гордимся. Какой из родителей гордится этим, да? Вот той самой, пусть это будет небольшая фигурка, слепленная из пластилина, но она лучшая, так сказала воспитательница. Пусть если это будет аппликация, но она не совсем ровная, как хотелось бы нам взрослым, но она лучшая, так сказал, опять-таки, воспитатель. Достижениями в спорте своих детей тоже мы гордимся бесконечно. Определенно. То есть все свершения наших детей радуют нас не меньше, чем их, зачастую, пожалуй, больше, чем их, потому что мы смотрим на них и понимаем, что вот такой вот маленький человек, похожий на меня, самый лучший в спорте для своего возраста. Это же круто. Слушай, а вот интересно, а есть ли какие-то рекорды Гиннесса, которые установили именно дети? Потому что, ну, естественно, там бегуны, прыжки в воду и прочее, это очень интересно, но по-взрослым это более понятно. А вот штука с детишек. Да, действительно, дети также являются полноценными участниками книги рекордов Гиннесса. Им отведена огромная вот такая вот страница, собственно, о их рекордах мы поговорим прямо сейчас, дорогие друзья, в нашей традиционной рубрике рекорды. Юный житель Калифорнии Тайлер Армстронг, 9 лет от роду, покорил совсем недавно самую высокую гору в южном полушарии Акон Кагуа, дорогие друзья, высотой почти 7 тысяч метров над уровнем моря. Ну, какой симпатичный. Да, вот этот маленький житель нашей планеты поднялся на 7 тысяч метров над уровнем моря. Интересный факт, да, вот это как раз-то, это самая гора. Особенно интересный факт, Маша, что из 7 тысяч людей, подающих заявки на покорение данной горы, только 30% получает лицензию. При том, что получить лицензию можно, достигнув возраста 14 лет, родители, собственно, Тайлера могли убедить мировых судей, и ему все-таки разрешили сделать этот подъем на самую высокую точку мира. Я так боюсь высоты, ты бы знал. Для меня это просто конец света. Какой молодец мальчишка, а. Я бы 7 тысяч метров, представляешь, я бы посмотрел просто сверху. Вот, смотри, облака даже, считай, под тобой. То есть ты над облаками находишься на этой горе. Но, Маша, это еще не все рекорды. В 8 лет этот самый юный житель из Калифорнии, Тайлер Армстронг, уже покорил гору Килиманджаро. Поднялся на нее и планирует подняться на все 7 вершин этого мира, да, самых высоких гор, на каждый из континентов. Представляешь, потрясающе. Я в 9 лет о другом мечтал. Ну вот и я тоже думаю о том, о чьей это вообще мечты. Может быть, вовсе не Тайлер мечтает о том, чтобы покорять эти горные вершины. Может быть, его папа или мама. Давай, сынок, и там, книга города в Гиннессе тебя ждет. Чьи это амбиции? Это желание ребенка или, может быть, желание родителей получить какие-то денежные премии, стать известными, чтобы их сын стал известным. Может быть, мальчишке хочется гонять на каких-то игрушечных машинках. Или, я не знаю, там, играть в роботов, а не по горам лазить. Определенно, Тайлер имеет право на детское детство, на счастливое детство в окружении любящих его родителей. Но это, будем надеяться, что это его выбор. И он уже рекордсмен, и он уже в книге рекордов Гиннесса 8 лет. Чего я не могу сказать пока о себе. Друзья мои, как вы считаете, нужно ли лишать ребенка детства и стремиться к тому, чтобы он стал победителем во многих видах спорта, чтобы он покорял вершины, я не знаю, там, или какие-то глубины наоборот. Как вы считаете? Напишите нам об этом. Мы с удовольствием прочитаем ваши отзывы в нашей группе «Саратов 24 ВКонтакте». Друзья мои, мы продолжаем наш утренний эфир. Вы смотрите шоу «Автопилоты», и с вами Денис Висков. Всегда обворожительно улыбающийся Маша Медича. Сегодня мы говорим о детях, о детстве и о всем, что с этим связано. Я думаю, для тебя тоже не секрет. В интернете есть огромное количество роликов с детишками. И, ну, большая часть из них, это действительно очень смешное видео, потому что дети не играют. Дети, вот они как чувствуют, так они показывают. А самые, там, какие-то хитрые родители умудряются это снимать на видео. Честно скажу, у меня вот видео очень мало, может, потому что я стараюсь больше смотреть. Ну, в общем, например, я обожаю ролик, где ребенок смотрит на мыльные пузыри, которые пускает его папа. А в этот момент прыгает собака, ловит их пастью, и ребенок дико просто смеется, закатывается. Когда мой сын смотрит этот ролик, он тоже угорает все время. Действительно, Маша, дети – это кладезь эмоций. Глядя на них, каждый из нас все-таки адресует свою улыбку не столько этому миру, сколько ребенку. Я нашел потрясающий ролик, над которым я лично хохотал минут пять просто. Ну, предлагаю тебе и нашим телезрителям с ним ознакомиться, а потом обсудим это. Смотрим? Давай. Поехали. 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 Видео просто супер, слушай, ну просто отменное Вот я каждый раз задумываюсь, когда иду к стилисту О том, стоит ли мне менять радикальный цвет волос Вдруг придя забирать ребенка из детского сада Я столкнусь с этой проблемой, что он просто не хочет идти ко мне Потому что он меня просто не узнает Есть еще одна программа о смене имиджа на одном из центральных каналов Так вот, очень часто, когда героиня появляется, вот абсолютно обновленная Выводит ее ребенка, и у ребенка начинается просто истерика Потому что он не узнает маму Мама была там серой мышкой, мама стала звездой А для ребенка она просто поменялась настолько, что он не может ее узнать Ему говорят, вот твоя мама, а он плачет и говорит, нет, нет, кто эта женщина? Да, Маша, все-таки в принятии решений нужно быть максимально осторожным Но есть действительно в интернете интересные такие получающие ролики О том, какие примеры мы даем своим детям Маша, я уверен, данный ролик заставит задуматься не только тебя, но и наших телезрителей Смотрим, дорогие друзья Смотрим, дорогие друзья Смотрим, дорогие друзья Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, довольно поучительный ролик Я думаю, что многие из вас задумались, посмотрев его Ну а какой-то итог прост Нужно быть, наверное, каким-то примером для подражания для своих детей Не нужно делать того, что ты не хочешь увидеть потом в своем ребенке Если вы не хотите, чтобы ваши дети курили, не курите сами Если вы не хотите, чтобы ваши дети ругались, не сквернословьте Все просто В добрее мире ребенок растет и добрым, и, я не знаю, понимающим И каким-то очень ласковым Ну, по крайней мере, у меня так Ну да Маша, пришло время дать некий мотивационный настрой нашим телезрителям на день И давай хотя бы на несколько секунд, Маша, с тобой и с телезрителями на несколько мгновений Представим этот мир без детей Без их улыбок Без их очарования Без их любви Без их, пусть маленьких, но все-таки смешных и добрых ошибок Ну, страшно Страшная картина получается Да Друзья мои, к чему мы это? Давайте будем стараться больше проводить время со своими детишками Давайте чаще говорить им, как мы их любим Давайте не злиться на них с разрисованной обои Потому что это мы должны помогать нашим детям реализоваться Давайте не будем ругать их за двойки Давайте будем уделять им больше времени и вместе с ними ходить не только в кинотеатры, гулять в парке, но и что-то созидать в этом мире Друзья мои, в общем, главной мотивацией вам на сегодняшний день Это провести как можно больше времени с вашим ребенком Отложите дела, отложите мобильный телефон, отложите ваши встречи Берите вашего малыша за руку прямо сейчас или после рабочего дня и идите с ним гулять А прямо сейчас подойдите к своему чуду, обнимите его крепко, поцелуйте и скажите Малыш, я в тебя верю, ведь он каждый день верит в вас И мы верим в вас, друзья, и увидимся очень скоро, буквально через пару секунд, не переключайтесь Хорошего дня каждому из вас Дорогие друзья, мы продолжаем наш утренний эфир в эфире Автопилот, с вами Денис Висков Самая позитивная, всегда очаровательно улыбающаяся Мария Медичевна И сегодня мы говорим с вами на тему детей, детства, воспитания, кормления и так далее Нас интересует мнение каждого из вас, поэтому не оставайтесь равнодушными Оставляйте свои пожелания, свои комментарии, свои истории в нашей официальной группе ВКонтакте Саратов 24 Мнение каждого из вас будет не только услышано, проанализировано и, собственно, вынесено некое рациональное зерно Ну что, друзья, а мы продолжаем Кстати, недавно прочитала очень интересный факт о том, что главными почемучками, по мнению независимых экспертов, являются девочки в возрасте 4 лет В день они умудряются задать маме до 290 вопросов Ну, я прям могу тебе перечислить Почему трава зеленая? Почему светит солнце? Почему снег белый? Мам, почему кошка мяукает и собака лает? Мам, как варится каша? Мам, почему ты моешь посуду? Мам, где мой планшет? Мам, там, и так далее Это бесконечно А самый главный вопрос, который адресован папам Пап, а где мама? Да, да, да Мам, мам, а почему солнце светит? Да, да, да Ну, друзья мои, если вам детишки задают не менее интересные вопросы, пишите нам об этом в нашей группе ВКонтакте Саратов 24 А прямо сейчас к экрану приглашаем самых юных жителей нашего города, самых юных телезрителей Потому что на вопрос, еще один каверзный вопрос, ответит самый знающий, все знающие Я не боюсь этого слова, истинная знайка современности, дядя Вова Получайте ответы на интересующий вас вопрос Здравствуйте! Вы спрашивали, что пишут вилами по воде? Давайте разбираться, как такое возможно Выражение «вилами на воде писано» означает что-то зыбкое, призрачное Ведь вилами грузят сено, а не пишут слова В идиоме «вилами по воде писано» имеется в виду не сельскохозяйственное орудие, а старинное название кругов на воде Вилы – это диалектное ныне русское слово, означающее «круги на воде» У древних славян вилами называли чаще всего русалок Считалось, что, играя между собой, они пишут на воде слова, которые исчезают У западных и южных славян вилы остались вилами, а у восточных слово было забыто Кроме вил русалок бывают и горные вилы, и лесные вилы, и воздушные Кстати, у наших предков было много обрядов для спасения от вил На берег реки клали корзинки с хлебом и маслом На деревья вешали клочки ткани и венки Считалось, что русалки не тронут того человека, у которого они взяли кусок ткани А еще русалки не нападали на тех, кто пожевал мяту или полынь Есть еще одна версия возникновения такого выражения На Руси во время гадания по воде в реку бросали камешки И по форме образующихся на поверхности воды кругов Их пересечением и размером предсказывали будущее А так как предсказания эти редко сбывались То на воде вилами писано стали говорить о маловероятном событии Я надеюсь, что вилами на воде никто из вас писать не будет Машенька, самое яркое воспоминание из детства, мое личное, сводится к колоссальной нелюбови к чтению Меня действительно сложно было в детстве заставить читать книги Я ненавидел мировую классику, не понимал, почему я должен это читать Мне казалось, что лучше посмотреть фильм Ведь вся мировая классика уже давно экранизирована Более удачно или менее, удачно это я сейчас понимаю Но зачем читать книгу, когда можно включить фильм за два часа посмотреть И потом четыре дня кататься на горке зимой Сейчас мои школьные учителя, мои преподаватели из филфака просто вот так взялись за голову и говорят О боже мой! Ну, друзья, на самом деле мир делится на математиков и гуманитариев Вот я отношу себя все-таки ко второй части населения Я, наоборот, перечитала всю русскую, всю зарубежную литературу на филологическом факультете И в школе я писала сочинения всему моему классу Особенно двоечникам Ну, мальчишкам, которые зато давали мне списывать, например, математику Или там сдавали из меня зачетов в физкультуре Кто из вас больше двоечник, непонятно Что лучше, книга или фильм? Решать по большому счету вам, дорогие друзья Ну, а прямо сейчас мы предлагаем ознакомиться с книгообзором Которую приготовила, между прочим, умница, красавица Мария Карманова Доброе утро всем, кто так же, как и я, просыпается утром с единственной целью Открыть и почитать, наконец-то, новую книжку Сегодня я, Мария Карманова, расскажу вам об очередной новинке для вашей семейной библиотеки Вам когда-нибудь снились безумные сны? Ну, или, например, приходили в голову совершенно невероятные сюжеты для историй? Вы не пробовали за собой записывать? Нет? Ну, очень даже может быть, что зря Вот Вуди Аллен однажды не поленился, записал, оформил все в своеобразные причудливые рассказы И отправил их в журнал New Yorker И оказался постоянным автором этого влиятельного литературного американского издания Было это в далекие 70-е, и с тех пор Вуди Аллен успел стать весьма успешным персонажем в самых разных сферах Он – кинорежиссер, актер, сценарист, драматург, писатель и даже немного музыкант Ну, а любим мы его как основателя жанра интеллектуальной комедии Если все фильмы в этом жанре вы давно уже пересмотрели И хотите понять, с чего начинался путь Вуди Аллена То специально для вас совсем недавно переиздали книгу рассказов 70-х годов, сводя счеты Короткие рассказики с весьма специфичным юмором точно вас не напрягут и не заставят много думать Однако, если вы человек начитанный, то многое поймете и узнаете из рассказов Вуди Аллена Ведь в чем в чем, а в эрудиции этому автору точно не отказать В своих коротких рассказах он высмеивает самые разные жанры Детективы, телепьесы, аналитические статьи или даже мемуары Вот, например, чудо-рассказ «Граф Дракула» Кровожадный и беспощадный главный герой просыпается однажды, чтобы сходить в гости к друзьям И испить их кровушки Придя к ним в гости, он обнаруживает, что за окном вовсе не ночь, а солнечное затмение Он расстроился, заперся в чулане у новых друзей А тут, как назло, к ним в гости пожаловали еще и мэр маленького городка вместе с женой Дальше лучше цитатой Славное было сегодня затмение, говорит мэр, отпевая вино из бокала Да, соглашается булочник, нечто невероятное Да просто жуть доносится голос из чулана Что вы сказали, Дракула? Ничего-ничего, не обращайте внимания Медленно тянется время, так что мэра уже не в моготу терпеть И он, рывком распахнув дверь в чулан, кричит Выходите, Дракула, я всегда считал вас настоящим мужчиной Кончайте валять дурака Дневной свет устремляется внутрь И на глазах четверых изумленных людей Ужасный монстр с пронзительным воплем медленно истлевает Превращаясь в скелет, который затем рассыпается в прах Склонившись над кучкой белого пепла в чулане Жена булочника восклицает Вот тебе раз, выходит, обед сегодня отменяется? Ну, говорю же, специфичное чувство юмора На этом у меня на сегодня все С вами была Маша Карманова И миллионы моих книжных друзей Моих лучших друзей Читайте книги, друзья, и становитесь лучше каждый день И смотрите проект Автопилот на канале Саратов 24 Каждое утро Друзья мои, ну а в продолжении темы Мы с вами посмотрим кинообзор И узнаем, какие фильмы рекомендуют вам наши эксперты Люди, которые пересмотрели большинство существующих фильмов И, в общем, что-то вынесли именно для вас Давайте познакомимся Получайте выжимку из мирового кинематографа Достойного драгоценного внимания Каждого из вас Доброе утро! Меня зовут Анна Федорова Каждую пятницу в программе Афиша я рассказываю вам о том, что интересного происходит в городе И призываю вас выйти из дома Но сегодня все будет по-другому Без удобного дивана здесь не обойтись Телевизор вам пригодится тоже Потому что вы смотрите кинорубрику Сегодня я расскажу вам про лиричную историю, которая случилась в кафе Ключ Элизабет бросил парень Теперь вечерами она ест черничный пирог в нью-йоркском кафе под названием Ключ И болтает с его симпатичным хозяином Джереми, который, кажется, знает про расставание все Достаточно всего пару кусков пирога и растаявшего шарика мороженого, чтобы вышла новая история любви Но не все так просто Элизабет нужно объехать полстраны, чтобы понять, что тот, кого она так долго искала, находится в кафе Ключ Главную роль в фильме исполняет американская джазовая певица Нора Джонс Красавчик Джереми Джутлоу Мои черничные ночи Вонга Карвай открывали 60-й юбилейный Каннский кинофестиваль в 2007 году Зрители называют этот фильм фильмом вне времени и пространства Мои черничные ночи – фильм о прощании Если что-то в твоей жизни тебя не устраивает, ты должен забыть об этом, говорит Карвай Для Элизабет это история о том, как проститься с людьми, которые для тебя когда-то имели значение И открыть в своей жизни новую главу Кстати, сам режиссер ненавидит главного героя фильма – Черничный пирог Но эта нелюбовь не помешала ему снять отличный фильм С вами была Анна Федорова Смотрите хорошее кино Друзья мои, мы продолжаем тему детей, детства, воспитания в нашей программе «Автопилот» Знаешь, вот у меня дома, по-моему, такой уже достаточно внушительный автопарк Из ретро-мобилей, современных мобилей, мобилей, которых вообще еще не существует в природе Я периодически наступаю на эти машинки Машинки из шоколадных яиц, машинки большие, машинки на пультах, на вертолеты, которые должны летать В общем, детали автозапчасти у меня разбросаны по всей квартире Согласись, ведь каждая из этих машинок и каждая из этих деталек, она жизненно необходима твоему сыну лаврить Скасывать нельзя Ни в коем случае Вот я всегда восхищался этому моменту Представляешь, рождается человек В принципе, по большому счету, его просто любят И вдруг он каким-то образом осознает себя в этом мире Он вдруг понимает, что он мальчик, ему нужны машины Потому что он смотрит на папу Ему нужны машины, какие-то инструменты, которыми он там что-то воедет Или же она девочка Она смотрит на маму, ей сразу нужны куклы Которых она пеленать-то не научилась, но уже укачивает сама, не всегда засыпает Какая-то ей кухня нужна, где она как будто бы готовит Откуда появляется вот эта заложенность на ориентирование по жизни? Вот эти модели поведения, каким образом они складываются в столь юном человеке? Даже не знаю, может быть, из каких-то первых покупок, которые еще ребенок не просит, на маму и папу уже делают Хотя, ты знаешь, мне кажется, огромное количество мам, которые смотрят нас сейчас Мам-дочек скажут Мои дети, мои дочки просто обожают машины Я, конечно, не знаю, играют ли мальчики в куклы Но сейчас такое количество моделей, роботов, которых можно собирать Или каких-то супергероев Например, у Лавы одно время был в фаворитах Бэтмен Мне пришлось купить себе маску Бэтмена Ему майки с Бэтменом, пижаму с Бэтменом Самих Бэтменов от самого маленького до самого большого Это же тоже... Да, Бэтмобиль обязательно Но это же тоже в каком-то роде куклы, да? То есть можно сказать, что и мальчики иногда играют в куклы Ну, получается, да По большому счету все, наверное, любят машины Потому что современную жизнь невозможно представить без столь удобного и комфортного транспортного средства Собственно, прямо сейчас мы приглашаем к нашим экранам не только юных телезрителей Но и взрослых телезрителей, любящих автомобили Может быть, про Бэтмобиль нам прямо сейчас в рубрике «Автоэксперт» не расскажут Но что-то полезное вы наверняка из нее вынесете Зимняя дорога очень опасна, непредсказуема и коварна Дороги покрыты снегом, льдом и водителем Порой очень трудно совладать с машиной, которая может вести себя непредсказуемо Как остаться победителем в споре с самым настоящим бездорожьем? Попробуем разобраться Один из главных и надежных друзей водителя – тормоза При минусовой температуре тормозная жидкость за ночь может загустеть Поэтому, тронувшись с места, сделайте несколько контрольных нажатий на педаль тормоза Самые опасные места – мосты, крутые подъемы, перекрестки Наледи там больше, чем на других дорогах Обязательно снижаем скорость возле остановок общественного транспорта, где от частого торможения образуется гололед Не очень доверяйте песку, рассыпанному по льду и снегу Зимняя формула движения – делим и умножаем на два Нажимаем на педаль газа в два раза плавнее, чем летом Это поможет избежать пробуксовки и заноса В два раза плавнее работаем рулем и педалью тормоза Никаких резких движений, иначе… Но если на автомобиле сработало АБС, придется сильно и непрерывно жать на педаль тормоза И не забывайте, что двигаться нужно, не выключая передачу, чтобы не потерять маневренность В условиях минусовой температуры практически все узлы и механизмы машины работают менее эффективно, чем летом Поэтому дистанция должна быть в два-три раза больше, чем летом Даже при остановке вы должны видеть задние колеса автомобиля перед вами Попасть в занос – ситуация критическая В этом случае передние и задние приводы ведут себя по-разному Главный совет водителю автомобиля – с любым приводом руль нужно поворачивать на опережение Но ровно настолько, чтобы колеса были направлены туда, где нужно оказаться Внимательно следим за другими участниками движения Даже если мы на главной дороге или едем на зеленый свет При подъезде к перекрестку смотрим налево, потом направо, затем еще раз налево Придерживаемся золотого правила – не вижу, не еду Прежде чем приступить к обгону, задаем себе вопросы – а нужно ли? А смогу ли я? Не пытаемся проверить глубину снега, ведь он часто скрывает под собой пни, камни, бревна и обледеневшую землю И еще пополните зимой дорожный набор как минимум тремя полезными вещами Лопата поможет откопать машину из сугроба, провода – для севшего аккумулятора А увидеть максимум через стекла поможет незамерзающая жидкость Дорогие телезрители, в эфире проект «Автопилот» с вами Денис Висков Всегда очаровательной, блестящей, улыбающейся Марии Медичей И мы сегодня с вами говорим о детях, о детстве, о воспитании и обо всем, что с этим связано Я думаю, что для многих родителей детское любопытство – это уже такая притча в языцах Нужно ответить на 100 тысяч вопросов На некоторые вопросы мы сами не знаем ответов На некоторые вопросы мы пока не можем дать ответы Как, например, я недавно объясняла сыну, которому 4 года Он спросил мне, откуда берутся дети Пришлось что-то выдумывать про папы, про какую-то семечку в животе В общем, это было сложно Но многие телезрители уже прошли этот этап, я убежден Действительно, такая черта характера, как любопытство присуща не только детям, но и взрослым Давай вспомним самое первое предание, да, о двух людях, которые жили в райском саду Адама и Ева Ведь именно из любопытства Ева сорвала это яблоко И оттуда, собственно, понеслось Маша, а как ты думаешь, что получится, если перемножить между собой детское любопытство и взрослую заинтересованность в будущем дне? Дай угадаю, получится наш детский гороскоп Абсолютно верно Который мы будем смотреть прямо сейчас, дорогие друзья Овень День приносит неожиданные события Какие-то перемены, к которым вы пока не готовы Не стоит слишком беспокоиться Все сложится так, как нужно Телец Не торопитесь браться за новые проекты Лучше доведите до конца старые дела А потом немного передохните Лизнецы Самое время для приема гостей Обсудите с друзьями то, что для вас важно Вы получите неожиданные ответы на интересующие вас вопросы Рак День подходит для того, чтобы отказаться от вредных привычек и обзавестись полезными Лев Левы одинаково хорошо справляются и с уже знакомыми и с новыми задачами День подходит для обмена опытом Дева Вероятно, денежные поступления Бизнесмены смогут найти людей Которые вложат деньги в их проекты В любви вам тоже повезет Весы Благоприятный день для общения и сотрудничества Вы способны договориться с кем угодно В любой ситуации найти нужные слова Скорпион Вы сегодня найдете новых союзников и помощников Однако следует иметь в виду, что именно от вас они будут ждать проявления лидерских качеств и поддержки Стрелец Возможно неожиданные перемены, личность жизни и судьбоносные встречи Интуица вас не подведет Вы с первого взгляда узнаете своего человека и не ошибетесь Козерог Вы добьетесь заметных успехов благодаря удивительной способности вовремя находить людей, способных и желающих вам помочь Водолей День подходит для организации проведения торжественных мероприятий Покомфортно чувствовать себя на людях Но и наедине с собой не скучайте Рыбы Звезды настоятельно рекомендуют рыбам найти время для прогулки Это хорошо скажется на вашем самочувствии Друзья, настало время нашей следующей рубрики Рубрика приметы Вот только если честно, я не совсем понимаю, что мы будем говорить о детях в рубрике приметы Ну действительно, каких-то старорусских примет, характеризующих детей, по-моему, не существует Но мне не удалось их найти Есть современные такие приметы Например, если у вас в семье родился ребенок, значит в ближайшие 10 лет вам точно скучать не придется Сто процентов Еще Например, если ребенок на день рождения просит подарить ему не игрушку, а деньги, значит он безнадежно вырос Слушай, ну это действительно все очень верно Ну как-то даже вот периодически грустно становится от таких мыслей Еще, как говорят, оставила ребенка с папой и там ушла дома, попросила их навести порядок Ну будь готова к полнейшему бардаку, который ждет тебя в твоей квартире или в твоем доме Друзья мои, если вы знаете какие-то свои приметы, касающиеся детей, то мы ждем их, разумеется Пишите нам в группу Саратов 24 в ВКонтакте Мы будем рады, нам интересно услышать ваше мнение Ну а прямо сейчас, наши дорогие телезрители, вас ожидает опрос Сделаны в одном из торговых центров нашего города Опрос о наболевшем, о воспитании Нужно ли баловать своих детей или нужно держать их в черном теле Нужно ли покупать им все, что они просят Или наоборот ограничивать их во всем Каких принципов придерживаетесь вы, саратовцы, мы узнаем прямо сейчас Из нашей традиционной рубрики «Опрос», дорогие друзья, смотрим, внимаем Скоро Новый год, а значит наступает самая сладкая пора Специально для шоу «Утренние автопилоты» мы решили узнать Сколько среди саратов сладкоежек и какие сладости они предпочитают Скоро, вы долго можете прожить без сладкого? Честно Очень сладко Очень сладко Сколько можно прожить? Медва максимума А что самое? Шоколад, крометка Сифер И что, из-за пир? А у тебя? Шоколад Какой? Молочный Белый шоколад А сколько ты можешь не кушать белый шоколад? В результате месяц Но как долго, я бы столько не выдержала Не знаю, я выдержу Супер И Ganj Супер Идем Могу Супер 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 Ну, просто Кто-то говорит, что ломка начнется Вы такой, нет? Я пойду куплюсь очень сладенькой, но волка, наверное, будет, да. Да, почему? Пожалуйста, вот вы сладкоежки. Да, что вы больше всего сладкоежки посчитаете? Какой? Снегерс. Да, то есть вы сразу брендом считаете, вот, лагнит? Горький, молочный, какой? Молочный. А если бы вот девушке вы дарили какие-нибудь конфеты, какие-то конфеты? Совсем. А что будет, если ты не съешь сладкий день, два неделю? Расстроюсь. Очень? Ну, не сильно, но скорее всего расстроюсь. Ну, может быть, будет ломка, там, все, отдать мне шоколады, дозы шоколадов. Ну, я живу не по венам шире, я не понимаю. Я простый мужчина. В принципе, просто расстроюсь. Шоколад на среде не поднимаю, а не поем шоколад, не расстроюсь. Кажется, среди горожан столько сладкоежек, что самым популярным подарком под елкой окажется сахарный потушок. Хм, ну что ж, мне тоже досталось. Доброе утро, дорогие друзья, мы желаем каждому из вас просыпайтесь. Сегодняшним днем, сегодняшним утром мы постараемся каждого из вас заразить хорошим настроением, своим позитивом. Кто мы, спрашиваете вы? Все очень просто. Два автопилота. Неповторимые, всегда изящные, всегда грациозные, Мария Медич. Ну и, конечно, ваш любимый Денис Висков. Друзья мои, сегодня мы будем говорить о детях, о детстве, о воспитании и обо всем, что с этим связано. Мы уже об этом говорим, включайтесь в нашу беседу, оставляйте свои комментарии, свои мысли, свои соображения в официальной группе ВКонтакте, Саратов 24, нам интересно мнение каждого из вас. Собственно, мы говорим о интересных фактах, которые характеризуют детей. Вот давайте об этом поговорим, Маша. Если верить официальным данным, то папа определяет развитие своего ребенка, ну скажем, что он подрос, именно по росту. А мамы определяют взросление на вес. Вот как ты вообще в этом прав? Сто процентов, ну потому что вначале он внутри нас, и нас взвешивают доктора, и говорят, вы прибавили там нужное или ненужное количество грамм или килограмм. Потом он рождается, его снова взвешивают, там есть какая-то даже система бальная, то есть дотягивает ребенок до нужного количества баллов или нет. И кроме того... Потом ты его носишь на руках. На руках. А самая сумасшедшая, Маша, вы уж простите меня, носит детей в слингах, но для меня это вообще непонятно. Ты его в животе относила, да, 9 месяцев, и потом он появляется на свет, и ты снова его берешь к себе как будто бы в живот, да, ну якобы освобождая руки. Нет, я купила коляску и возила в коляске, мне так было гораздо удобнее. Что такое слинг? Вот сейчас мужчины просто замерли у экранов, не понимаешь, что же это такое. Дорогие друзья, получайте ответ. Слинг, это такая длинная тряпица на манер сари индийского, она так повязывается вокруг тебя, в нее кладется ребенок, получается, что ты его снова таскаешь в себе, а руки освобождены при этом, понимаешь? Ну вот он здесь у тебя, в области живота. Я понял, мужики, проще говоря, это помощь, на которой мы обычно держим штаны, ну когда денег на ремень не хватает или на поддержки. Того, молодец. Еще несколько интересных фактов. Да, еще один интересный факт сводится к тому, что в Европе родителями чаще всего становится в 29 лет, но это усредненный возраст, в котором появляются дети. При этом в России родителями становится уже в 20 лет, а в Индии, Маша, в 19. Что можешь сказать по этому поводу? Прокомментируй. Европа стареет, в России все нормально, но, собственно, мне кажется, что в Японии слишком часто рождаются близнецы, потому что когда вот я на фотографии вижу китайских или японских детей, я вообще не понимаю, как их родители различают, они абсолютно одинаковые. Нет, действительно, в Японии реже всего рождаются близнецы в одном случае из 250 родов, представляете? А чаще всего близнецы рождаются не где-нибудь, а в Нигерии, Маша. Один случай из 11. То есть, ну каждая вторая, каждая, получается, 10 мам по одному ребенку, 11 всегда с коляской, с двойной. Это прикольно. Друзья мои, а у ваших знакомых есть двойня? Если да, то напишите нам об этом. Какие коляски они выбирают? Как они выбирают им имена? Как они их различают? Различают ли вообще? Ну и вообще, каково это, когда тебе сообщают о том, что у тебя будет двойня? Что в этот момент нужно предпринимать в первую очередь? Пишите нам в нашу группу Саратов 24 ВКонтакте. Итак, наши дорогие телезрители, наши любимые телезрители, надеюсь, что этот эфир прошел для вас с пользой. Надеюсь, что вы были с нами на протяжении всего нашего эфирного времени. Ну и прямо сейчас у нас настает момент прощания. Давайте чаще говорить слова любви своим домочадцам, своим детям и своим вторым половинам. Наши дорогие телезрители, наши сонные телезрители, надеюсь, что это утро вы провели в нашей компании. Оно было для вас действительно бодрым и добрым. В эфире был проект Автопилоты. Самая изысканная телевизионная ведущая Мария Медича. Ну и, конечно, ваш любимый Денис Висков. Мы не прощаемся, не переключайтесь. Впереди самое интересное.